Большая ошибка губернатора ТАГСОБРАНИЯ отреагировала на указы Сипягина, согласно которым в предприятия общественного питания и бытового обслуживания запретили ходить большинству посетителей. Теперь поесть можно только вакцинированным при предъявлении специального кода, людям с отрицательным ПЦР-тестом, которому не больше трёх дней, и переболевшим ковидом не более шести месяцев назад при предъявлении справки из медучреждения. Но таких людей меньшинство. Областная администрация не могла этого не знать. Тем не менее, она всё равно решилась, цитата, на самые драконовские ограничительные меры во всём Центральном федеральном округе, не считая Москвы. Они введены губернатором Сипягином на фоне самого низкого в ЦФО и одного из самых низких в стране уровня вакцинации от ковид-19. И дело вовсе не в том, что жители Владимирской области не хотят прививаться. Просто в нашем регионе острая нехватка антиковидной вакцины. А это прямая недоработка областной исполнительной власти. К депутатам законодательного собрания поступает многочисленное обращение граждан Владимирской области, юридических лиц, предпринимателей, которые требуют отмены данного указа, либо смягчения предусмотренных данным указом мер. Жители Владимирской области готовы вакцинироваться. Даже мы видим определенную очередность для того, чтобы сделать прививку. Но, к сожалению, администрация региона не смогла организовать данный процесс таким образом, чтобы всем желающим была сделана прививка. На наш взгляд, депутатского корпуса данный указ должен быть скорректирован в пользу смягчения. В ином случае все наши предприятия понесут колоссальные убытки, будут сокращать персонал, тысячи людей потеряют работу. Мы, конечно же, не можем этого допустить. Фракция «Единая Россия» в законодательном собрании предлагает губернатору приостановить действия данного указа, обсудить возможные изменения с представителями бизнес-сообщества, общественными организациями, депутатами всех уровней. И, соответственно, уже с учетом внесенных предложений ввести указ в действие. Также мы предлагаем максимально оперативно провести вакцинацию населения, чтобы как можно больше жителей могли сделать себе прививку. Продолжение следует...